Всем привет! Сейчас я расскажу вам, как проходить верификацию. Это второй этап регистрации граждан с визами F2, F4, F5, F6, проживающих в Южной Корее. Итак, приступим. Для начала вам нужно будет скачать анкету. Анкету можно скачать на официальном сайте. Вот здесь вот есть раздел «Документы» или «Справочные материалы». Кликну сюда, вы попадаете вот в такую табличку. И здесь второй по счету на данной картинке документ с номером 170. Если будут появляться новые документы, им будет присваиваться новый номер. Этот номер должен остаться за этим документом. Это анкета для подтверждения регистрации или для верификации иностранных граждан 2019. Здесь кнопочка «Скачать». После того, как вы скачаете этот документ, вы можете его открыть и посмотреть. Там две страницы – анкета и образец, как нужно фотографировать ID-карту. Итак, анкета. Анкета собой представляет вот такую простенькую анкету. Здесь есть 8 полей, которые можно заполнить. 7 из них обязательные. Первое поле – это ID партнера. Второе поле – это имя и фамилия, как указаны на ID-карте на английском языке. Третье поле – это дата рождения в формате год, месяц, день. То есть, например, 1985-01-01. Четвертое поле – это тип визы, например, F4. Пятое поле – заполнять необязательно. Это название центра в Корее. Если вы знаете название центра, можете заполнить. Следующее поле – это номер телефона в формате 010 и 8 цифр. Следующее поле – это гражданство. Можно написать на корейском, можно на английском языках. Следующее поле – это срок действия визы. Срок действия визы указан на обороте ID-карты. Здесь внизу нужно поставить дату в формате год, месяц, день и подписаться. Эту анкету нужно распечатать, заполнить и можно сфотографировать или отсканировать. Фотографию желательно делать четкую, чтобы все было видно. Далее здесь на второй странице, в этом документе, который вы скачаете, отображено, как нужно отправить фотографию ID-карты. Здесь нужно затереть глаза и цифры регистрационного номера. То есть здесь первые шесть цифр – это год рождения. В формате первые две цифры – это год, потом месяц, потом день. Здесь вот эти цифры нужно закрасить или заклеить. И эти же цифры отображаются здесь. Здесь их также нужно закрасить или заклеить. Дальше внизу отображается имя. Дальше – гражданство. И здесь тип визы – F4. Оборотная ID-карта выглядит примерно так, и срок действия визы отображается здесь. То есть слева – это когда была получена эта ID-карта, и справа – срок действия визы. Для подтверждения, для того, чтобы пройти верификацию, необходимо, чтобы срок действия визы был желательно 6 месяцев или более. То есть не менее 6 месяцев. Давайте подытожим, какие данные необходимы для верификации. Это фото или скан ID-карты с двух сторон, при этом фронтальное фото нужно отредактировать. Фото или скан распечатанной и заполненной анкетой и мобильное приложение Atomy Mobile. Мобильное приложение Atomy Mobile можно скачать и установить на любой телефон. Итак, здесь у меня уже установлено мобильное приложение Atomy Mobile. Логотип, значок выглядит примерно так. После того, как вы запустите приложение, здесь в правом верхнем углу есть кнопочка Login. Нажимаете на эту кнопочку, вводите данные вашего партнера, и после того, как вы нажмете кнопочку Login, появится вот такая вот картинка. Здесь написано, что необходимо пройти верификацию. Для этого нужно нажать вот эту голубую кнопку. После того, как вы нажмете эту кнопочку, появится следующее окошко. Здесь нужно загрузить три файла. Первый файл – это фото или скан заполненной анкеты. Второй файл – это фронтальное фото ID-карты, где вы затерли глаза или заклеили, и регистрационный номер. И третье фото – это оборотная сторона ID-карты. Все фото или сканы нужно загрузить именно в этом порядке, и фото или сканы должны быть в хорошем качестве, чтобы все было видно и понятно. После того, как вы загрузите все три файла, картинка будет примерно такая, нужно нажать на вот эту голубую кнопочку. После того, как вы ее нажмете, появится вот такая картиночка. Здесь написано, что все данные загружены успешно. Теперь на этом этапе нужно ждать. На верификацию может уйти от одного дня до пяти дней. Если иногда бывают такие часто случаи, то, что верификация не проходит по той или иной причине. Иногда ваши документы могут просто не заметить. Такое бывает часто. Для этого нужно позвонить и сказать, что мы отправили документы, почему верификация не проходит. В этом случае обычно во время телефонного разговора верификацию делают. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, дозвониться в главный офис Кореи не всегда так просто. Иногда приходится висеть на телефоне час, а то и два часа. Вторая проблема – то, что нужно говорить по-корейски. Нужно уметь объяснить, в чем проблема. Нужно уметь сносно говорить по-корейски, чтобы вас понимали. Иначе вас просто не поймут, что вы хотите, и вы не сможете добиться желаемого результата. Если вы не можете говорить по-корейски и вам некого попросить сделать это за вас, то можно просто отправлять эти данные, например, каждый день или каждые два дня. Если в течение, допустим, двух недель все равно ваш партнер никак не проходит верификацию, значит проблема точно в чем-то. То есть не в том, что вас не замечают или вас забыли, а в другом. Итак, какие могут быть причины при отказе верификации? Первая и самая частая причина – это плохие фото. Потому что сканы люди делают редко, в основном люди фотографируют, потому что это гораздо проще, и фотографии бывают часто плохие. Не видно какие-то цифры, возможно, где-то тень большая, когда что-то непонятно. Вторая причина – это неправильное или непонятно заполненные данные. Фото может быть хорошее, но, возможно, в анкете неправильно или как-то непонятно были заполнены данные, в этом случае верификация тоже может не проходить. Анкету желательно заполнять очень внимательно, понятным почерком, потратить на это несколько минут, чтобы потом не было проблем. Третья проблема – это маленький срок действия визы. Если срок действия визы у человека менее 6 месяцев, его также могут не верифицировать. И, возможно, какие-то другие причины, которые мне пока неизвестны. Поэтому, если на протяжении двух недель у вас не проходит верификация, хотя вы отправляли данные несколько раз, если вы уверены, что вы правильно везде заполнили все данные, данные все понятные, фотографии или ваши сканы хорошего качества, то, возможно, здесь какая-то другая причина. Да, если срок визы нормальный у вашего партнера, возможно, есть какая-то другая причина, и все-таки придется звонить в головной офис. У меня пока таких больших проблем не было. Самая долгая верификация заняла месяц, просто потому, что я не знал, что партнеры не верифицировали. Я отправил данные, и через месяц мне написали, что партнер до сих пор не верифицирован. Просто сам партнер мне ничего не говорил об этом, только через месяц сказал. После этого я отправил данные еще раз, и партнеры верифицировали уже на следующий день. Я желаю вам, чтобы у вас регистрации в Корее проходили удачно, успешно, чтобы верификация проходила практически сразу, чтобы у вас не было никаких проблем. Побольше вам успешных регистраций. До свидания.